У нас сегодня тема необычная, как всегда, интересная тема. Она ревнует, значит любит. И в конце стоит вопросительный знак, действительно ли так. На самом деле существует такое представление, что если ревнует, то значит любит. И даже сталкивался я и по юности, и в своей практике психолога, что как это, он меня не ревнует, но наверное не любит. Проверяют каким-то таким способом. Я считаю, что не совсем это однозначно. Ревность и любовь, они как спутники идут рядом, но это не означает, что это признак любви. Может быть ревность без любви, может быть любовь без ревности. Не обязательно, что в ревности есть какой-то такой элемент нелюбви. По сути, я в самый известный тренинг от Элла и Десдемиона. Чем закончилось? Настолько сильно любил, что задушил. И притом напрасно, пострадал безневинно. Что-то не так в такой любви. Какой-то такой любви ненависти, любви с элементами желания убить того, кого ты любишь. Поэтому давайте попробуем, я сейчас изложу свои представления. И как всегда, учитывая, что у нас философская студия. И я уже забыл традицию для себя начинать определением. Вот я дам определение формальное, которое существует. Что ревность это негативно окрашенное чувство в межличностных отношениях, которое возникает при недостатке внимания, любви, уважения или симпатии от любимого или очень уважаемого человека. В то время, как кто-то другой, якобы, или действительно получает их от него. То есть тут подразумевается, что очень интересный момент, что рядом с понятием ревности идет еще несколько понятий. Во-первых, соперничество. Кто-то есть, кто забирает это внимание. Своеобразный треугольник. Я тот, от кого я хочу получить внимание, но он отдает это внимание не мне. И тот, кому он отдает внимание. Такой любовный треугольник. И как бы измена в самом широком смысле слова. Потому что даже в дружеских отношениях, когда подруга начала общаться больше с другой, эта пострадавшая сторона, может сказать, она меня предала. Или изменила, или как-то это со мной похоже. И вот я хочу сказать, что тоже я люблю, анализ подразумевает, как бы разложить все по полочкам. И первое, что я хочу обратить внимание, что о ревности большая такая тема. Мы, конечно, все не обсудим. И, кстати, интересно, что она до сих пор психологами не решена полностью. Вот это еще такое минное поле, в котором есть много находок. Я поделюсь и собственные мысли, и те, которые, например, классические ответы на эти вопросы. Но, тем не менее, все равно не решена до конца. Непонятно, что происходит. И это широкая тема. Мы на все, наверное, ни я, ни вы не ответим. Но попробуем немножко с ним лучше ориентироваться. Ну и для этой ориентации я хочу тут видеть немножко классификацию. То есть первое, что есть по времени. Вот согласитесь, ревность до измены. Ну я в кавычках ее ставлю. Может быть реальная измена, а может быть и мимая измена. Может быть вообще фантазия об измене. То есть до измены. Ревность во время измены, я думаю, это совершенно другое чувство. И по интенсивности, и по смыслу, и по последствиям. И ревность после измены, если остались все-таки вместе. Обращенное в прошлое. Это разные виды ревности. И хотя ядро, наверное, в суть их близка, но все равно разница. А еще я хочу сказать, что есть по субъекту. Ну то есть кто ревнует? И вот для меня, при перечине этих субъектов, говорит о том, что как бы не совсем это связано с любовью, по крайней мере не совсем с любовью половой между мужчиной и женщиной. Между сексуальными партнерами, партнерами по жизни. Учитывая сейчас современные вения, это может быть и женщина и женщина, и мужчина и мужчина. Как бы мы к этому не относились, но как бы уже где-то в Европе, по крайней мере, это принято. То по субъекту детская, есть детская ревность, понимаете, она как-то вот такая. Например, мама с папой там легли на постельку, ребенок раз залез, маму обнял, а папа ногами отталкивает. Но есть такие случаи, правда? Он как-то ревнует маму к своему же папе. Понятно было, что папа был уже новый. Тоже же эта ситуация очень часто. Но он ревнул, но ребенок ревнует в свою маму. Потом детская ревность к братьям и сестрам. Тоже классика, рождается новый ребенок, на него все внимание, этого как будто забыли. И там очень много переживаний очень сильные. Еще есть менее такая, может быть, известная, это к деятельности. Папы все время не было. Он где-то на работе или там еще где-то. Так вот, как-то было все время занято. Ну это вроде не человек, но чувства похожие. Ну это как бы особое отношение. Еще родительская. Родительская ревность тоже вот она присутствует. Ну, например, отцовская. Родился ребенок. До этого все внимание было ми-ми-ми. Даже вот Жванецкий так красиво сказал, если что, попозрите прослушайте, как он рассказывает, как его сын родился. Он говорит, он это маленькое качащее существо практически полностью забрал у меня жену. Вот такой рейд. Там он дальше хорошим заканчивается, можно слушать. Поэтому... Женщину вот выдержали. Мужчины, естественно, сразу же, ну да, ну да. Хорошо. И может быть другой вариант, когда ребенка к матери ревнует. Отец может ревновать, что ребенок больше с матерью общается. Больше любит маму. Да, больше любит маму. И материнская, да. Ну тоже похожая, я тут быстренько. Да, то есть отца к ребенку, ребенка к отцу. И вот, в принципе, есть еще один вариант отцовский. Это как бы старший родитель. Просто в немецком языке cross mutter, cross pater, да. Это как бы старшая мама. Большая мама, большой папа, да. То есть вот как бы старший родитель, это бабушки. Тоже такая вот мало известная вариация, когда бабушка, внучка, хватит. И вот, а вот мага хочет, она ревнует, ну вот такое, да. То есть я к чему это веду? Вот эти виды ревности, они, по сути, показывают, что это как бы некое универсальное, очень глубинное чувство. Возможно, оно даже вот с любовью не очень тема связано. Это вот некая, знаете, общность возникает. Мы, ну вот, в прошлый раз тоже говорил, мы можем настолько слепиться, да, что мы, да. И вот, если она есть, вот у меня, например, она есть, есть другой человек, ну например, Мария, да. Мы, у меня больше сил, больше возможностей, больше уверенности, ну в зависимости от того, с кем я соединился, да. Если он какой-то, ну я там, например, в пацанячьем возрасте, а у меня другом такой, что всем глаз даст, да. То есть он гласно, да. И я теперь могу ходить Гоголем там, и как бы меня тоже будут бояться. Вот. И как только я этот ресурс потеряю, страдание, непосредственное какое-то, вот это падение моего статуса, моих возможностей, моих каких-то это самых. И я так думаю, что вот это сладкое чувство мы, вот этого объединения, оно подобно какому-то наркотику, может оно и сопровождается каким-то эндогенным внутренним наркотиком, да, который мы так на него подсели, а тут класс, и родился еще один ребеночек, да. Ну я, когда, детская ревность, когда рождается младший, да. И все, как-то вот не хватает, хочется новую порцию, ее родители не дают, начинаются сложности, и так далее, и так далее, и так далее. И надо как-то с этим справляться. Ну если говорить о детях, я считаю, что это очень хороший момент, все-таки, ну, легкого уже отсоединения. Главное, чтобы родители, правда, в этом не перестарались, да, то есть чтобы действительно соблюли какую-то бережность в том, чтобы разжулить эту ситуацию. Но, тем не менее, с другой стороны, вот такая. И борьба за ресурс с конкурентом, за то, что является условно моим. Смотрите, тут некое такое, я бы сказал, родственное рабство получается. Ну или дружеское, да, вот. Ты мой друг, ты моя жена, ты мой ребенок. Как будто это, то, что меня там давно шокировало, да, как были, растишь, растишь этого мальчика, растишь, растишь этого мальчика. А потом приходит какая-то женщина и забирает его у меня. Это мама, да. Вот, да, да. И это, как будто, ну, действительно, это ощущение, это состояние. Я не осуждаю тех, кто его чувствует. Но надо понимать его источники смысла. Да, то есть некое такое, не совсем оправданное, у нас же рабовладельческого строя нет, да. Ну, как бы присвоение или срастание. Тут уже, знаете как, если кто-то поддоминантнее, он присваивает. Мое, знаете, игрушка. Мое. Не отдам. А если кто-то послабее, склонен больше к подчинению, то он, как бы, да, становится частью другого. И тогда он, как бы, подчиняется. И то, и другое, кстати, приятно, да. Я же сказал, здоровый, да, там, друг. Это приятно, да. Ну, и то, и другое имеют вот эти вот свои последствия. То есть, по сути, это чувство собственности. Вот такое, да, не совсем стандартное. Хотя, опять же, очень похоже. Когда ребенок отбирает игрушку. Моя, моя. И, кстати, когда рождается другой ребенок, да, то за неделю это игрушки все время. Но я хочу сказать, что все вот эти высказанные мною виды ревности, они же не имеют сексуального подтекста. Это все ревность без секса, да. То есть, и я обещал вам, да, что скажу, но сочлюсь на классиков, что вот, в принципе, Фрейд делал анализ, и он назвал такой вид ревности конкурирующая ревность. Как бы конкурирование за ресурс, и он состоит из боли и печали, и как бы вот связанных с тем, что ты либо возможно потеряешь, либо реально теряешь что-то, что ты до этого имел, и как-то немножко необоснованно считал своим. В этом виде конкурентное может быть такое, что человек резко с ним понизит свою самооценку и уйдет в некий самоуничижение. Возможно, вот он проиграл в конкурентной борьбе. И что еще хочу сказать, что вот все вот эти виды ревности, интересно, мы все-таки идем, по замыслу, ревность как бы больше все-таки в супружестве, мужская, мужчина, женщина, они переносятся и в супружеские отношения. То есть там может тоже быть ревность, как компонент такого рода. Она мне как мама, и тут я ее теряю. Или мне кажется, что я ее теряю. Это еще вопрос, да? Время может возникнуть на пустом месте, никаких реальных поползновений, попыток, ситуаций, в которых бы собиралась, ну, решила пойти к подругам. Нужно, да? Мне кажется, что именно слово ревность чаще всего и... Ну, в этом смысле используется. В этом смысле используется, когда нет реальной... Либо она преувеличена слишком. То есть, нет, ну, понятно, допустим, девушка может угнуться парнем и с ним там заговорить в одной компании, да, там дольше, чем показал другу, что это принято. Вот. То есть, если это реальные события, типа как измена уже останется, то это не ревность, это, ну, фактически, ну, как правильные шаги, наверное, для приостановки чего-то там. Ну, ты что помнишь, если надо поделивать ревность до измены? Да. Ну, да. Воображаемой измене, да? Во время измены? После измены, да? То есть, это... Ну, это же не чувство. Сейчас так, суждений, конечно. Хорошо. Да, мы пойдем дальше. Ну, вот сейчас мы подходим, как раз вот, ревность в отношениях между мужчиной и женщиной, ну, либо между супругами и однополами, ну, вот так вот все равно, как сексуальный компонент там точно есть, да? И здесь я хочу, как бы, немножко для объяснения, кто как я это понимаю, напомнить, что вот подростковый период, по сути, как бы, сексуальность пробуждается, можно, ну, все инстинкты, по сути, пробуждаются, стадный, пищевой, половой, да, вот, ну, в смысле, репродуктивный, инстинкты самосохранения, они все, взрыв такой инстинктов происходит, и, кстати, крышу сносит подростков. Действительно, реально. И они не готовы, то есть, они не готовы, у них как бы звериное пробуждается, и они немножко тут в этот момент ведут себя, как звери. Тут взбиваются подростковые стаи, да, а кто-то, кто немножко покультурнее, как-то к своей среде домашней, такой, как бы, я сам такой, тепличный, не обижайтесь, вот, сиди в своем там, не-не-не, я туда не пойду, там. Да, там страшно, потому что такое произойдет, кто-то где-то посередке, ну, я, кстати, вот, ближе к посередке был, что я туда выглядывал, но все равно. Да, то есть, вот эта такая жесткая среда, она такая, ну, даже подростковые вот эти зоны, они гораздо жестче там, пострашнее ведут себя друг с другом, да, чем взрослые зоны мужчины. Вообще же с качеством, свои правила, но так как в подростковых не бывают взрослых, то есть, это какое-то такое звериное у них гуляет, участие из них. И там, вот в этой такой ситуации, во-первых, еще так достаточно четко распадается женское мужское сообщество, и конкурирующая ревность обретает новый накал, новые страсти, новую тупую силу. И там своя логика ревности, она, в принципе, как бы универсальна в каком-то смысле, но вот я именно с подростковым вот этим накалом его хочу и в это самое. То есть, в мужском здесь вот как бы мужское достоинство муж-мужчина, да, мужчина. И там два значения, но я писал в это, кто читал, извините за повторение, да, это как бы я самый крутой, то есть, я всем могу дать класс, да, я вот мужик, да, воин, никто не там, это самое. А другое это мужское достоинство, это сексуальное, как бы, да, и есть такое достаточно странное для культуры уже народов, но тем не менее глубина уходящая в что-то наше звериное, что если я крутой, значит меня же девушки будут любить. Я вот такой, да, самый смелый, самый сильный, поэтому, значит, вот они будут меня влюблены. Ну, некоторые девушки действительно влюбляются, вот этот сюжет, который, да, там, хулиган и отличница, да, так вот такой, бандиты и это самое. Ну, даже вот «Бригада» начинается, вот этот фильм, играющий на головной черепе, по-моему, и на скрипке, да. А он же ж, ну, прямо-то бандюга-бандюга, и, в принципе, как в начале, так и дальше, да, хулиган самоотъявленный, но они влюбляются в друг друга. То есть, вот некое такое двойное понимание мужского достоинства, и юмор в чем, как бы, мужское достоинство оценивается двумя факторами. Оно может оцениваться, вот эта, боевитость, и одновременно, то есть, если у него есть девушка, которая переспала с другим, то его боевитость летит к тартарам. Понимаете, в чем юмор, ну, для девушек, говорю, парни, узнающие улыбаются, да, то есть, если ты рогоносец, то все, ты хоть, ну, единственный самый жесткий способ, это убить, но он самый надежный. То есть, как бы ты не достигал каких-то женщин на социальной лестнице, женщина может обесценить измены, как бы... Да, вот твоя женщина изменила тебе, там, и все, и, ну, и король-рогоносец, это уже не король, понимаете? То есть, вот как бы, вот, обнуляется все его достижения. А ей там такой страх, что... Отсюда, единственный способ, ну, там же агрессивность в основе лежит, да, единственный способ наведения порядка, убить, почему Ателло это делает? Убить того, кто виноват. Ну, тут тоже интересно. Ну, похоже, не важно, кого убить. Тут тоже интересный вопрос отдельный, я не хочу туда подробно. Ну, ближе, окажется. Почему, почему он убивает Дездемона, а не ее, там, скажем, да, это самое, потому что по-разному бывает. Прямо, да, то есть, там, кто-то двоих, да, кто-то мужчину, ну, мужчина мужчину хочет, а кто-то женщину, ну, там, женщины тоже так ведут себя, ну, по-разному. Женщины, кстати, по моему опыту, почему-то часто бьют морду соперницы, да, вот они ее... Ну, или совестно бьют. Да, ну, может, потому что мужа сложно побить, не знаю, ну, так или иначе, как-то вот чаще, по моим наблюдениям, хотя, может, я не прав, да. То есть, по сути, получается, чтобы вот это мужское достоинство соблюсти, нужно очень жестко ответить. Какие-то репрессии должны быть. И такие, по-серьезному, по-взрослому. И, по сути, ну, по большому счету, если еще глубже, рогоносец, это проигравший, да, он не имеет права на жизнь, на самку ни на что. Он, его состояние настолько обновляется, что он, как бы, не должен жить, но это на инстинктивном уровне. Ну, не знаю, вот, ребята, подтвердят мое то, что, как бы, да, я говорю это вот. Ну, это что, утрировано? Ну, это утрировано. Ну, все равно, в зверином аспекте, а оно никуда от нас не спло, это есть. На культурном мы там немножко подробнее. Ну, да, на зверином аспекте мужчина, чем больше он обладает, говорил сам, тем он молодец. Ну, да, я... То есть, короче, а, как говорится, женщина будет рога носить, то это нормально, да? Ну, видите, женщина больше, кстати, жалеет, мужчину презирают, а против рога, понимая. Мужчина рогоносец презираем, а женщина, ну, сочувствие высохает. Разве не так? Меньше? Ну, женщину могут немножко так, правильно? Ну, в целом, в целом, да, пренденция? Ну, да, обычно, тогда он мудак. Он мудак. Давайте, не спереди нам больше. Она, как бы, вот, ну, кажется, что... Как он мог ее изменить? Ну, и так далее. Не, ну, иногда же было такие же женщины, что не вред за нее изменить. Это мы наставляем. Это мы для обсуждения. Хорошо? Субъективно. Ну, да, а в женском? В женском, как бы, там... Ты замикли за нас. Женская достойность тоже существует. Но я думаю, если человек в подростковом возрасте конкурирует привлекательностью. Притом, тоже есть такое интересное, да? Мужчине тоже, может, там, да, сила дана природа. Но женская привлекательность... Ну, мужчина там еще занимается, не знаю. На спорт ходит, там, боями какие-нибудь. А женщины, ну, в принципе, едят природные, да? Размер рудей, бедер, глаз, рук. Там еще... Вот все, вот давай ей природа. Все, как бы, на халяву, по сути, да? Ну, сейчас пластическая хирургия. Ну, конечно, вот это все. Бобеда, это уже искусство. Это бывает высокое искусство. И девочка может, ну, просто себе конфетку сделать. Это она молодец. Ну, то есть, ну, все равно немножко на халяву, да? И вот это... В чем они... Завидуете? В чем они... Завидуют? Я завидую. Они все скажут, что ты завидуют. Ну, как же ж так? Почему им на халяву? Ну, в принципе, есть конкуренция в соблазняющем поведении, да? То есть, тут какая-нибудь тихая, скромная девочка, стоящая где-то в стороне, ну, мимо жизнь ее пролетит, да? Вот в этом подростковом возрасте. То есть, парней расхватают. Ну, то есть, она-то, по большому счету, молодец. Она-то это самое, да, где-то, ну, скромность ухажает. Ну, тем не менее, она, скорее всего... И в душе у нее будет такое чувство, что что-то не так, да? И, по сути, я считаю, что то, что происходит между женщинами, метафора, если там, да, поединок бойцов, да, на линии, например, бьет там друг другу морду, то здесь метафора конкурс красоты. Правда? Вот они соревнуются, но там немножко по-другому. Конкурс красоты. Ну, я б не сказала. Вот смыслите, раньше... Ну, в подростковом возрасте там, как бы, кто доедет. Ну, как бы, там такое... Ну, это и доступности конкурс, да. Я согласен. Ну, как, я не хочу просто туда дальше уходить, потому что там очень много разведлений. Там и оттанешься, как бы, как раз. И вот хочу сказать, что если в подростковом возрасте кто-то пережил очень сложные моменты, связанные с этим, да, то вот это ощущение поражения, ну, в женском и в мужском, ну, я сейчас думаю, может быть, потому что и мужчина, что в мужском жестче, это остается на всю жизнь. И вот такая будет приобретенная, да, или изначально вообще, ну, и не вышел на это соревнование ни парень, ни девушка, да, то есть неуверенность. И неуверенность считается классически, там Хорни есть, психолог неофридийского толка, то вот неуверенность, ну, что вот она является одной из причин левности, да. Я не уверен в себе, я не чувствую себя там достаточно красивым или еще каким-то достойным любви, поэтому мне кажется, что, ну, заберу, ну, ну, как бы, вроде как бы, это порядки вещей, такие должны произойти, я этого боюсь, ну, поэтому, ну, стараюсь вот избежать, да, проконтролировать и там еще кто-то еще, ну, действительно, в корнях ревности может быть и вот такая изначальная или приобретенная в результате травм в подростковом возрасте неуверенность. И если мы посмотрим дальше, то есть еще вариант, который очень интересный, это вот Фрейд, он очень любопытно выделил еще два вида, я считаю, что мы как послушаем с этого момента можно говорить, да, только вот уже начали соотношение между парнем и девушкой, спроецированная ревность, вот, если не знаете, то обратите внимание, человек вытесняет свое собственное желание сходить налево в предположении, что его супруг супруга, партнер тоже хочет ходить налево, и ходит таки налево, понимаете? Ну, да, у кого рулится у самого в пушку, то он подозревает и отражает. Ну, или рылится в пушку, или желание, то есть Фрейд тут говорит, либо хочет, но не делает, да, либо делает, но... Ну, не делает, наверное, больше всего из-за страха, что... Часто бывает, правильно, часто бывает, что как бы он делает сам, и поэтому думает... Жена, например, или, да, судят по себе, да, супруг, да, муж... То есть это как бы, да, судят по себе, ну, и вот это вот такое, да, спроецированная ревность у Фрейда называется. А еще есть один момент, который вообще он как бы так, ну, немножко, да, спрысмаком. Это бредовая ревность у него. Он говорит, что это скрытая подавляемая гомосексуальность. То есть мужчине нравятся другие мужчины. Но он признаваться в этом не хочет, а я подтверждаю, что он сам классный с таким... Он признаваться в этом не хочет и считает, да, ему такой мужчина нравится, он такой классный, да, Он признается в этом не хочет, что жена обязательно в него любится, но его женщина тоже захочет. Через жену реабилит. Да, что он, как бы, в принципе, предполагает. Это может, как бы, человек никогда свою гомосексуальность себе не откроет, никогда не это самое. А может некоторые делать шаги в ту сторону. Я так думаю, что из этого и произрастает секс, свинг, да, ну, как такое, группа уха, но где, так бы, половой партнер тоже рядышком, да, Я так немножко как-то с ним контактирую, ну, хотя бы опосредованно, да, то есть мужчина-мужчина. Это секс-вайф и тогда грязная жена, да, то есть когда хотят, чтобы... И кук, кукол, ну, это как бы часть одного цикла, то есть когда именно получают удовольствие того, что жена была, принадлежала кому-то другому, да, то есть вот такой. Ну, есть такие визы. И гомосексуальность, которую уже понятно, вот о ней и говорил Фрейд, да, то есть это уже реализованная гомосексуальность. Ну, по большому счету, мне так кажется, уж лучше действительно уж перейти к би-гомо, чем вот так вот заморачиваться и изводить свою жену такими, да, пустыми подозрениями. Вот есть такие. Вы должны спросить, может, она согласна, лучше пусть изводит, чем в среднем. Может, да, конечно, только пожелали им, конечно, только пожелали им. Я думаю, если мужчина идет к другому мужчине, то, наверное, больше всего удалит послать целый. Это, кстати, вопрос. Откройте вопрос. Это, кстати, вопрос, когда женщина уходит к женщине. И когда мужчина уходит к мужчине, это удар в два раза где-то сильнее, чем это самое. Хотя, некоторые, в принципе, измену с однополным партнером не считают изменой. Ну, это тема, что такое измена, да, что вообще, да, вот, как Маша сказала, посмотрела на другого мужчину более продолжительно, но бы дурлась ему из вежливости, и уже это измена, да. Ну, и вот то, о чем я говорил, может не считаться изменой. Вот это очень индивидуально, то есть вариаций очень много. Поэтому, в принципе, всегда я выясняю, когда говорят изменой, я говорю, что было на самом деле. И иногда слышу очень удивительные ответы. То есть, вот такие, да, вот это я еще раз напомню, то есть конкурирующая, спровоцированная и бредовая. Это вот классика психоанализа, это Фредер как бы так объясняет. Ну, и хочу сказать, что здесь еще супружеская, социально как бы спроецированная ревность. Может, муж, в принципе, по большому счету особо и не испытывается желание, и не считать эту женщину как бы особо близкой к какому-то в этом состоянии мыслей не быть, да. Ну, вот считать, я деньги даю на семью. Значит, да, изволь соблюдать правила. То есть, да, вот я как бы, я даже с тобой не сплю, да, вот я сегодня статью разместил, поинтересуйтесь, да, сексуальная забастовка мужа. Удивили, да. Вот, но я даю деньги, значит, пожалуйста, ты не гуляешь, да. Хотя, ну, там я сталкиваюсь уже с консультацией, она говорит, ну, блин, я не могу, он, ну, так редко. Ну, я, ну, тоже мужчина, ну, пусть где-то там, знаете, как люблю групповой секс, почему? Ну, можно подлынивать, да. Ну, пусть она где-то удовлетворит свои потребности и все такое. Нет, в коем случае, вот только так. Вы ж мучите друг друга. А ему хотелось бы, чтобы, ну, как бы, да, ему позволяли хотя бы обращать внимание на женщин привлекательных, вот так, в его формате. Нет. Одна сторона не разрешает, а вторая сторона не разрешает. Вот такая договоренность. То есть, это некие такие договорные моменты. Еще, в принципе, ревность может возникать из-за того, что, ну, это опасность ведь, да, вот нашел мужчина себе любовницу, да. Он может развестись и имущество, машины, квартира, все это самое, все положение в обществе этой женщины, да. То есть, если она сама по себе не была, ну, в статусе, да, каком-то таком. Вот он уходит, все, она, по сути, остается нищим. Ну, это вот, как бы, ревность немножко с имуществом связана, с потерей. Конкурирующая ревность. Да, конкурирующая ревность такая. Ну, немножко такое. И дети, и их судьба, это тоже имеет значение, да. То есть, как бы, ну, он идет, значит, дети останутся, он может мало общаться. Ну, что такое, рушится мир, я бы так сказал. То есть, привычный мир создан, да. И важно не то, что там он переспал или что, а просто рушится мир. То есть, это какая-то не личностная ревность, да. А именно, рушится мир. Да, мне как-то, как-то понять, может быть, потому что каждый ревнует по-своему, но я тоже по-своему. Для меня лично сна, да, то есть, вот важно. Ну, вот эта боль, которая связана с тем, что ты теряешь близкого человека, разрывается вот эта вещь. А вот здесь вот такое, и оно достаточно распространенное и очень мощное чувство. И как завершение, ну, то есть, вот моя часть идет уже, да, завершение, я хочу сказать, что по мне так нельзя сказать, что ревнует значит любит. Это какое-то другое чувство, просто, знаете, параллельно с, да, это отношение, и в отношениях есть разные аспекты, но это к любви имеет, ну, наверное, очень узкое такое отношение. Может быть, вот в этом мы, да, к которым было еще эмоционально, потому что ревность может присутствовать, когда нет эмоциональной, психоэмоциональной связи, да, там душа в душу, вот такого какого-то контакта. Ну, его вообще никогда. Может, человек и не способен на такое, но вот такую, как бы, ревность и любовь я бы связывал, да, то есть, это потеря контакта душа в душу. А вот остальные, мне кажется, это что-то параллельно существующее, идущее рядом с какими-то очень важными для нас моментами соприкасающимися, обостряющиеся, если есть сексуальные отношения, это супруги, но, тем не менее, что-то не совсем с любовью связанное. Тем более, очень то, что я очень начинал, что, в конце концов, того, кто стал объектом ревности, да, от кого ревнует, к нему негативные чувства и отталкивающие такое. Ну, с желанием, чтобы он, наконец-то, все-таки, вот там бросил, сюда пришел, ну, завершается чаще всего все равно разрывом, ухудшением отношений и разрывом. Вот такое вот я хотел вам сказать, первая часть. Ну, я бы еще хотела бы сказать, что иногда бывают, могут ревновать к виду деятельности. Да, там чуть-чуть, но тоже бывает, на этом очень... Хорошо, Иван, ну, мы сейчас завершим. Да, рыбалки, охоты, вот это особенно. Завершать и продолжим это обсуждение уже там, на следующей части. КОНЕЛЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...